Всем привет! С вами Страйк и мы постараемся спрогнозировать все происходящее в стадии плей-офф на StarLadder Major. Пары очень интересные, пары очень неоднозначные. Мы увидим зарубы действительно уже в стадии четвертьфиналов, плотные зарубы и какие-то из фаворитов точно здесь потеряются. Сложно мне, конечно, здесь сделать выбор. В своем твиттере я говорил, что Ренегейс это команда, которая может удивлять. Это команда, которая уже удивила и что еще, наверное, стоит от них все-таки ожидать каких-то сюрпризов. Но соперник Финны, которые групповую стадию прошли без каких-либо проблем, показали действительно высокий уровень Counter-Strike, показали, что даже несмотря на грядущие изменения в составе, микроклимат действительно хороший и они готовы побеждать. Здесь буду прагматичен и выберу команду Ends, но все же ожидаю некую сенсацию от Ренегейса и, если честно, буду за них немного подтапливать. Виталити Авангар это домашняя заготовка. Начиная с New Challenger Stage, мой пик ЕМ обходит стороной команды Авангар. В стадии Легенд, в групповой стадии Легенд, Авангар поставил на 0-3. 3-1 Авангар шикарным образом выходит в плей-офф и, наверное, стали очередной сенсацией на этом ивенте. Пиковая Виталити, топлю за Авангар и продолжаю злить Адрена. Energy против Na'Vi. Ну, вот здесь, наверное, самая для меня сложная пара. Так вот, Energy показали действительно жесткий КС, обыграли Liquid, обыграли Astralis, испытали небольшие проблемы с Ренегейтс. Счет 16-14, это был первый матч, матч открытия для Energy. Но дальше все было спокойно. Просто душа за Na'Vi и здесь я, ну, обязан выбрать рожденных побеждать. По моему мнению, есть некое психологическое преимущество. Даже несмотря на то, что, ну, игру они показали разную, Energy хорошую, Na'Vi неоднозначную. Психологическое преимущество, по моему, опять-таки же, повторюсь мнению, на стороне команды Na'Vi. Astralis Liquid, ну, не знаю, вот еще сложнее матч. Еще сложнее матч. Оба коллектива сыграли неоднозначно. Оба коллектива, ну, скажем так, наверное, даже Liquid были более неоднозначными. Последняя заруба против MoSports тому доказательство. Мышки были в шаге от того, чтобы совершить еще одну сенсацию и оставить Liquid за бортом стадии плей-офф. Вот, но этого не произошло. Liquid все же на классе додавили. Здесь матч 50 на 50, но я все же за коней. Ну, сказка финнов рано или поздно должна закончиться. Что-то мне подсказывает, что закончится она как раз-таки на стадии полуфинала. Если не авангард, то Vitality финнов должны опускать на землю и проходить в финал. Второй полуфинал. Na'Vi против Liquid. Заруба. Очень интересная. Очень интересная. И, наверное, здесь все-таки 60 на 40 в пользу Liquid. Вот, если бы я выбрал Astralis, мне кажется, для Na'Vi это был бы более простой соперник, нежели Liquid и Kony. Ну, как-то вот их стиль, ну, он как криптонит для Супермена. Na'Vi не могут справиться с конями и неоднократно им проигрывали. Здесь пути расходятся и надо кого-то выбирать. Выберу коней, ну, все-таки хочется какого-то экшена. Уже отталкиваясь от того PQM, и если все-таки будет все идти по моему сценарию, либо Vitality, либо авангард в серии Best of 3, обыграть команду Liquid... Ну, что-то мне подсказывать не смогут. Не смогут, и, наверное, моя ставка будет на коней. На коней, вот здесь тот самый коварный план, где я не пикаю в ангар, хотя их, в принципе, нет, начиная со стадии полуфинала. Жду какого-то такого громкого и дерзкого выступления. Спасибо, до новых встреч. Здравствуйте, дорогие дамы и господа, с вами Inkanis, и очень хочется обсудить Starladder Berlin 2019, а именно стадию плей-офф. Ensa против Renegades. Первый четверть финал. Как по мне, это 50 на 50, хоть и не люблю эту фразу, если честно, но так и есть. Ensa, команда, которая смогла выйти очень уверенно в плей-офф. Они сыграли 4 карты, все завершились, ну, не разгромным, но очень уверенным счетом. Renegades напротив. Команда, которая прошла через кровь, пот, слезы, огонь, воду и медные трубы. Но каким-то образом, каким-то чудом, наверное, они смогли сюда ворваться, и я уверен, они останавливаться не намерены. Но совершенно другого мнения будет у нас финская пятерка. Мне кажется, что в хладнокровии этих ребят здесь сыграет свою большую роль, и они смогут выйти дальше. Осьминог побеждает. Vitality Vanguard. Эмоциональная встречается с рациональным, и рациональная, скорее всего, победит. То есть, команда Vitality, которая имела огромные проблемы на предыдущих стадиях, у них были разногласия, ребята об этом тоже рассказывали в интервью, что мусор в TeamSpeak, мусор в решениях некоторых, в общем-то, они над этим работали очень долго, и, скорее всего, это должно помочь. На Vitality есть еще дальше планы, потому они у меня проходят дальше. Но болеть в зале, в Mercedes-Benz-арене, я буду за Авангард. Energy Natus Vincere. В Na'Vi, скорее всего, придется играть карту DAS 2, на которой, мягко говоря, они не блещут. Но все же персоналей им должно хватить, для того, чтобы пройти команду калибра Energy. И я ставлю на то, что Natus Vincere будут в следующем раунде, хотя с большими проблемами. Еще больше они будут, если у них не будет героев, потому что, ну, по сути, герои их и вывали в эту стадию. Герои по типу электроника, который на Inferno в песках мне пропускал команду Crazy. Astralis Liquid. Дуэль титанов и дуэль команд, которые... Ну, многие из вас, наверное, хотели видеть в финале, но так уж получилось, что Liquid поменяли абсолютно все планы. Astralis тоже не сыграли 3-0. Татчане хотят отомстить. Это главная мысль, которую я бы хотел высказать здесь. Astralis выходит дальше. Плюс я хочу, чтобы они встретились против Na'Vi. Простите, Liquid. Энс и Виталити. Виталити будут сильнее и сильнее становиться, чем ближе. Подъезжают они к финалу. Я бы так сказал. То есть это опыт того же Апекса, НБК. Это горячий зайву, который хочет себе заработать титул чемпиона, мейджора. В общем-то, они должны переигрывать Энсу и выходить в гранд-финал. Натус Винцера, Astralis очередная схватка титанов в нижней части сетки. Фейбумыч там еще в начале, как вы помните, говорил, когда его только принимали в ряды Натус Винцера о том, что он съест команду Astralis. Но рациональная, хладнокровная, говорит мне, что в этой дуэли все же победит Оби-Ван, а не Энакин. Зайву против Девайса. Два, с одной стороны разных, с другой стороны чем-то похожих снайперов, которые могут играть пассивно. Это и мозги, великие умы современного контр-страйка, которые встретятся в этом финале, если все пройдет по этому сценарию. Но все же это будет возвращение Astralis на вершину Олимпа. И падение команды Виталити, хотя она получит очень много опыта, если сможет ворваться сюда. Я ставлю на то, что Astralis победят. Я буду только приятно удивлен, если все пройдет не по этому сценарию. Увидимся на мажоре. В общем, всех вас люблю, обнимаю, целую. Это ухо и буду делать свой предикшн на плей-офф. Сразу хочу сказать, что это самый конкурентный плей-офф и самый конкурентный мажор в принципе. Особенно если смотреть на результаты в группах, то это прямо в глаза бросается. Шансов против Энса я не вижу, поэтому это Энса, Виталити, Авангар. Я буду уже буквально в четверг драть свою глотку, орать за Авангар и топить за наших парней. Но не знаю. Конечно, я хочу, чтобы они выиграли. Но на бумаге просто такой вот холодный расчет мне говорит о том, что Виталити просто выиграют эту катку и все как бы. Как-то так. Хотя очень хочется, чтобы именно Авангар сделали эту победу. Чтобы именно они выиграли эту. И это будет легендарная, легендарная победа. Но все-таки Виталити. Энерджи на Тус Винсера. Здесь опять же Энерджи показали хорошую игру. Это сильная команда. Это не те Энерджи, которые были раньше. Сейчас у них есть Танислав. Но я здесь всей душой и всем своим телом буду болеть за Нави. Ликвид Астралис. Несмотря на достаточно положительную тенденцию для Ликвид в последнее время, Астралис здесь, мне кажется, в этой стадии очень важной для себя. Соберутся и просто закроют. Зоник просто чисто, не знаю, по стратам закроют. Хотя Ликвид видно, что сумасшедшая форма. Опять же, очень интересный матч. Но здесь Астралис. Дальше Энси-Виталити. Опять же, в очном противостоянии мы помним, что Виталити проиграли Энси. Притом без шансов 2-0. Но опять же, это будет полуфинал. То есть... А, ну да, это будет полуфинал. Поэтому Виталити, мне кажется, здесь смогут. Конечно, матч будет интересным. И, конечно, у Энси... Опять же, у Нины находится в состоянии, когда нечего терять. Они уже объявили о том, что они бреют капитана. Но при всем при этом это полуфинал. И смогут ли они дойти второй раз до финала мажора подряд, не знаю. Хотя, да, Виталити смотрится, наверное, в этом матчапе послабее. Не, буду топить за Виталиков. Не, все-таки, думаю, Виталики. Здесь Натус Винсер и Астралис. Опять же, буквально уже это Ахиллесова пята. Для Нави эта команда Астралис-то, понятно. Чуваки действительно сильные. Но здесь я буду до конца топить за Нави. Это очевидно. И тут же как бы инста-выбор победителя мажора. Это тоже Нави. Не знаю. Не знаю. Что-то очень сложный, очень плохой групповой этап. Тяжелый групповой этап для Нави. Но вот почему-то кажется, что дальше пойдет получше. Очевидно, что на бумаге и Астралис, и Тим Ликвид здесь смотрятся намного предпочтительнее. Да, то есть я имею в виду, что здесь они проходят дальше. Да и Энерджи могут наказать Нави. И эта вся сказка закончится. Но я буду до последнего топить. Нави чемпион. НАТО с Винцера в любом случае здесь побеждают. Это инфа соточка. Всем спасибо. Все свободны.